Да, сегодня тема поломка и починка. Сломались очки. Хорошие были очки. Защита от голубого экрана. Поломка и починка. Сегодня это, как оказалось, тема моего видео. Привет! Это Мила Филиппова, Южная Флорида. Но сегодня ни океана, ни песка, ни рассказов о том, как меня облагораживает океан, не будет. А будет тема сегодня. ER. Emergency Room. Если вы помните, в начале 2000-х популярен сериал ER. Emergency Room. С актером Джордж Клони, играющий там одну из главных ролей. Тогда взошла его звезда, покоритель сердец. Я просто запомнила эти буквы ER. В это время я уже жила в Америке. Но, честно говоря, ни разу, представляете, ни разу за эти 20 лет мне не пришлось обращаться в ER. Отделение скорой помощи. Ну, по-русски это... А сегодня мне пришлось отвозить туда моего мужа Артура. А случилось вот что? Как всегда, он ушел утром на пробежку, а вернулся оттуда в весьма плачевном состоянии. Точнее, его вернули. Добрый самаритянин проезжал мимо по дороге, где Артура... Артура угораздило поскользнуться, упасть. Очнулся гипс. Ну, нет, очнулся. Сознание не терял. И так как он падал на большой скорости, и падая вот этой усиленной скоростью плюс масса тела, он пытался тормозить рукой на дороге. И, соответственно, сустав локтевой, предплечье, соединяющиеся с плечом, сустав вышел из ложа. И рука просто висела, а плечо торчало. В общем, это была плачевная картина, я почти расплакала, но мне нужно было держаться молодцом. Я сказала, Артур, все в порядке, я везу тебя сейчас в ER. И вот, что случилось дальше по приезде в ER? Ну, в фильмах, если вы, опять же, смотрите американские сериалы про отделение скорой помощи, вы видите, что как только появляется новый пациент, тут же начинается страшная беготня, и все врачи, медсестры подбегают к этому пациенту, к этой лежанке, тут же его укладывают, и настолько все скоординировано. Кто-то отдает короткие распоряжения туда-сюда, привезти, принести, унести, открыть компьютер, вытащить данные, вызвать такого-то врача, вызвать такую-то медсестры. Ну, в общем, все как бы пам-пам-пам-пам-пам-пам. Смешно. В жизни на самом деле не так. Это просто какая-то такая голливудская трюковая сцена. Но это не значит, что в жизни хуже. В жизни на самом деле все тоже динамично, эффективно, но без такой бешеной кутерьмы. Так и с Артуром. Мы только приехали, и в течение двух минут у него сняли копию водительских прав и копию нашего страхового документа, страховой карточки. И все. Тут же его усадили в катящееся кресло и вызвали врача. Я только успела на одну минуту отлучиться, чтобы отпарковать машину от входа и припарковать. Ну, тут же рядом, одна минута. Я вернулась в комнату ожидания, а Артура уже там не было. И мне сказали, мэм, оставьте, пожалуйста, ваш телефон здесь. Ну, в смысле номер телефона. И вы можете ждать в машине, мы вам позвоним. Или поезжайте по своим делам, или просто поезжайте домой. А мы вам позвоним. А можно мне остаться? Нет. Потому что коронавирус, вам не стоит здесь сидеть. И каждые полчаса я могла звонить Артуру. У него был мобильный с собой. То есть все его вещи остались с ним. И каждые полчаса я звонила и могла говорить с докторами. У него ситуация была немножко сложная. То есть обычно дают боли утоляющие и вправляют в их на место. Достаточно болевая процедура, но эффективная. У Артура был немножко более сложный случай. И как мне сказал врач по телефону, к сожалению, ему не смогли вправить вот так вот на месте. И после небольшого наркоза они надеялись вправить при помощи пришедших четырех врачей. Опять не получилось. Маленький наркоз оставлял очень сильно болевые ощущения. И невозможно было работать. Потому что Артур аллергик на наркоз. И обычный наркоз нельзя было ему вводить. Поэтому ему ввели внутривенное. Я думаю, что на самом деле наркотик какой-то. И, соответственно, какую-то газовую повязку на время. Потом сняли. И ему сказали, считай до ста. И он говорит, я просчитал до десяти. Все вижу, но ничего не ощущаю, кроме какого-то радостного чувства полета. А потом и вообще картинка исчезла. То есть я знаю, что глаза открыты, но я просто куда-то лечу в пространство. И вижу красивые какие-то картины. В общем, ему вправили этот сустав на место. Но сказали, что нужно обязательно в понедельник идти к ортопеду и проверить еще раз на либо x-ray, либо MRI. На то, что tendons and ligaments – это у нас сухожилия и связки. Все ли они целостные и не растянутые до такой степени, что нужно их немножко подлечить. Это, соответственно, в понедельник все. Теперь об insurance. Наша insurance не предоставлена нашим работодателям, потому что мы не имеем как такового работодателя. Мы self-employed. Мы оба realtors – агенты по недвижимости. Соответственно, нам нужно было купить эту insurance самим. Мы выбрали ту insurance, которую еще называли ObamaCare, но Трамп ее немножечко улучшил, я бы сказала. По этой insurance обычно нас спрашивают в декабре, какую сумму вы планируете получить в следующем году. И в зависимости от этой суммы нам назначают платить ежемесячные premiums. И, соответственно, наша вычитаемая сумма из твоего кармана была 200 долларов за emergency room. То есть это мы заплатили сразу. Остальное будет оплачено insurance. То есть нам выходит не бесплатно, но бесплатно. Но оплачено insurance. Увидеть специалиста по нашей insurance – это, по-моему, это 5 долларов за визит. И там, если он назначает большую процедуру, MRI, тут я проверю и напишу, сколько это стоит. Я не помню сейчас, сколько это будет стоить. Скорее всего, мы заплатим. С insurance – все. Вот человек, который только что приехал из госпиталя с почти сломанной, но выправленной рукой совершенно измученный вид. Хороший ring. Incredible. Выс сама качество включения? Я простоczал, как Вы tummyinksseете? Со Chelsea. Какой у вас 머리? СоetzMA, они смогли заплатить на пересетах меня и потом, а затем? Яvous же свой провод был паночатて. Оченьи паночат. Но почему бы вы не дешевле? Вы вчера на сегодняшний день? Were you running on a special running path? No, I was running on a street with no path. Curb. And I slipped inside down into the curb and fell over. Wow. And how did you get home? A car driving by stopped and helped me to go home. To go home? To get home. So they actually gave you a ride? Yeah. Okay. And in the hospital, when you came and I brought you to the hospital and then they asked me to leave because I couldn't stay there, they took you immediately to the examination room and what happened after? The doctors and nurses were trying to pull the arm in, back into place. Then they figured out that they could not do it and then they put a sedation in. They put me under sedation and luckily they popped it back in. So I didn't break anything, no fracture. Maybe tendons or the legumes were torn? Yeah, they think that I can easily pop this out. Okay, but did they give you some medication? Mm-hmm. Yeah, they give me pills for pain. So are you doped now? Like, you know, those pills are stronger than regular. Okay, I see that you're tired. I see that you're totally tired. And please stay safe. Don't fall anymore when you're running. Promise? Yeah. Okay. Thank you, Arthur. This is Arthur today on Facebook. Somebody told me that jogging is good, not so good today for me. This is who, of course, I am in the middle of my head. Because it's me, the main instructor and the instructor. Minimum two weeks of rest. Well, then you decide yourself. I'm so tired today. It's also very difficult to wait. But good news. All in the порядке. Until then. And don't forget to subscribe. Bye. 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 Bye.